ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Спасибо огромное. С праздником, Мария Владимировна. Это такой, знаете, праздник на самом деле со слезами на глазах, потому что когда ты занимаешься международными отношениями, тем более делаешь это профессионально, как делают наши коллеги, российские дипломаты, их зарубежные партнеры, тебя же учат совершенно определенным вещам, тебя учат отстаивать интересы страны, тебя учат налаживать отношения, то есть созидание в основе дипломатии, созидание. А вы посмотрите, чем мы занимаемся, мы, я имею в виду и наши дипломаты, и чем занимаются все остальные дипломаты. Мы же, в принципе, свидетельствуем разрушение ткани международных отношений. И вот этот момент тотального деструктива, тотального, знаете, разложения того, что созидалось десятилетиями, с таким трудом, с таким преодолением, это огромное испытание. Потому что, с одной стороны, это нужно все лицезреть и созерцать, с другой стороны, этому нужно активно противостоять, а дальше, в качестве еще дополнительного инструмента, нужно просчитывать, а каким будет следующий этап международных отношений. Вообще-то, на самом деле, хочется задать вопрос, а будет ли, и автоматически ответить, ну, конечно, а как же иначе. Но, когда ты смотришь на то, что происходит, и даже не на это, а на то, кто это все творит, вот это самое страшное. Ничто происходит. И катаклизмы были, и будут, и, в общем, это часть нашей жизни. И катастрофы, и трагедии, все было. Но вопрос в том, что... Как с этим работают? Да не в этом дело. А что это становится результатом действий тех людей, которых нельзя подпускать к утюгу? Вот я смотрю там на Боррелли, на вот эту всю шайку, а по-другому не скажешь. Я понимаю, что ни один человек не доверил бы им вот с собакой погулять. Я сейчас не шучу, потому что собаку будет жалко. А им доверили судьбы миллионов людей на нашей планете. А почему только миллионов? Это сотни миллионов, может быть, даже миллиардов. И эти люди в силу своей безграмотности, абсолютной аморальности, а те заявления, которые они делают, не оставляют нам никаких шансов на то, чтобы считать их людьми нравственными, хоть в какой-то степени, хоть в рамках каких-то систем координат. И эти люди занимаются нашими с вами судьбами. Поэтому, конечно, праздник, в общем, такой, не просто у станка, но с ощущением, с тяжелым сердцем мы его отмечали. На самом деле даже и не отмечали. В предыдущие фазы конфликта России с Западом, как правило, у России на том же Западе были союзники. Ну, вспомним, нашествие Наполеона, Британия и Россия, ну, фактически были объединены интересом победить Наполеона. Гитлер, антигитлеровская коалица. А во время Второй мировой много было до 43-44 года нас союзников? Вопрос... Нет, минуточку. Это очень важная вещь. Это когда они стали союзниками? Сколько Сталин написал писем, переломные бои, в ходе которых мы одержали победы колоссальной ценой, и развернули эту машину, и погнали их. И только тогда они стали нашими союзниками. Не верьте в эти истории про то, что что-то там внутри у них ожидало. Свой выбор в пользу союзничества они сделали только тогда, когда они поняли, кто одерживает верх. Не надо питать иллюзий относительно этих высоких, как бы, гуманитарных стандартов. Не было там их никогда. Ну, позвольте, все-таки я договорю вопрос. Я согласен с тем, что вы сказали, но все-таки вторую часть вопроса я хотел бы озвучить. Тем не менее, в истории зафиксировано, что в конце войны, после решительных побед, они выступали хотя бы в рамках антигитлеровской коалиции. Так вот сейчас мы видим, что на Западе союзников нет и не будет. И в этой связи появятся ли подобные союзники на Востоке, и можем ли мы рассматривать Иран или Китай в таком качестве, или они тоже будут ожидать решительных побед и наблюдать, в чью сторону склонится чаша весов? Да вы вот считаете, что я не даю вам возможности задать вопрос, а я пытаюсь вам сказать, что посыл относительно того, что эти союзники на Западе у нас когда-то были, он неправильный. Это была большая ошибка у той части нашей элиты считать, что за границей нам поможет. Ну есть же прекрасное выражение. Его просто... Оно уже вписано всеми буквами, и золотыми, и чернилами, и уже напечатано, что у России только два союзника, армия и флот. Вот на что опиралась всегда наша страна, всю жизнь. Не потому, что нет других вариантов теорий, да потому что на практике те, на кого мы много раз пытались надеяться, нас предавали. Предавали самым страшным образом. Те же самые американские элиты, которые во многом управляли Западной Европой, они как были, так и есть. Причем, мало того, они же нам навязали восприятие их режимов как демократии, говоря о том, что они же выборные, поэтому правильные. А у вас там либо выборные такие, либо вообще их не было, поэтому вы неправильные. А то, что они практически по наследству передают места в Сенате, в Конгрессе, в династии президентов выращены. Президентские династии, да. Извините меня, династии, где-то такое, ни одна, мне кажется, монархия Персидского залива таким не может похвастаться. Там все-таки конкуренция есть, там есть принцы, там есть шейхи, там есть борьба, там закулисная, открытая и так далее. А в Штатах уже просто дошли до того, что передают, знаете, вот по наследству все это. Уже приводят во власть в открытую, и никто никого даже как бы не считает нужным за это журить. Понимаете? То есть кланами приходят, кланами. Поэтому вот этот момент очарования Западом, ну, он прошел у всех, мне кажется, уже последние, так сказать, вот очарованные разочаровались. Но вы меня извините. О чем говорить? Вот вы говорите, будущее Украины. Это будущее человечества. Мы такими хотим быть. Мы хотим заниматься только одним гендерами, пришивать и ушивать, в том числе и детям, что-нибудь куда-нибудь, и придумывать новые названия для этих извращений. Или мы все-таки будем людьми, сострадающими, любящими, кающими себя, просящими прощения, признающими наши ошибки. Людьми. Вот в чем вопрос. И это и есть, мне кажется, центр той самой международной повестки, о которой мы столько говорим в последнее время. Вот именно это. Не просто, знаете, как пройдут границы. Не просто кто, где, так сказать, одержит какое геостратегическое поражение или победу. А как границы пройдут в наших сердцах. Разделимся мы на людей и нелюдей. Разделимся мы на людей, чувствующих и бесчувственных. Или мы все-таки начнем друг друга спасать, вытягиваясь с той пропасти, куда нас эта либеральная диктатура уже совсем подогнала. И пытается спихнуть. Я верю в то, что мы выстоим. И я сейчас говорю не только о нас, как о стране, как о народе. Я говорю о том, что я верю в этот шанс, который человечество не должно упустить. Спасибо вам большое, Мария Владимировна. Спасибо. Еще раз с профессиональным праздником. Спасибо вам большое.